Всем привет, меня зовут Константин, вы находитесь на канале Lightstream, и в этом видео я хочу поговорить о довольно популярном на рынке оборудовании, это SPI пиксели, тубусы, ленты бегущий огонь и ленты с адресным управлением. Причем поговорить о их разновидности, где передача данных осуществляется по одному проводу. Сразу оговорюсь, это не совсем SPI, но так как название существует на рынке и закрепилось, сегодня я его также буду использовать. В ролике я расскажу о плюсах и минусах оборудования, о том в каких случаях оправдано его применение и на что следует обратить внимание при выборе. А в конце покажу, как подключить ленту и как ей управлять с помощью конвертера Lightstream. Поехали! Итак, плюсы. Оборудование на SPI дешевле, чем аналогичное оборудование на DMX. Скорость передачи данных по протоколу DMX составляет 250 кбит в секунду, по SPI 800, то есть почти в три раза больше. А это значит, что и количество приборов, на которые мы будем успевать передавать сигнал с той же частотой кадров, будет больше. В программе Lightstream это количество ограничено 680 приборами на порт, при этом частота кадров у вас всегда будет больше 40. Теперь о минусах. Расстояние от источника сигнала до приемника, то есть от контроллера до первого пикселя должно быть небольшим, в силу низкой помехозащищенности сигнала. На практике, конечно, это расстояние зависит от многих факторов, но в большинстве случаев действует следующая рекомендация. Чем меньше, тем лучше и не более одного метра. Возможно, конечно, расстояние и больше, но опять же это зависит от многих факторов, и это скорее исключение, чем правило. Если же сравнивать с DMX, то там расстояние может быть до 500 метров без использования репитеров. Есть вариант обхода этого ограничения, и о нем я расскажу позже. При повреждении одного чипа в цепочке сигнал обрывается и дальше не идет. Все последующие приборы или пиксели перестают работать. Если проводить параллель с DMX, то там при выходе из строя одного пикселя все остальные продолжают работать. У этого недостатка также есть решение в виде дублирующей дорожки, и я к нему еще вернусь. Выбор оборудования в каждом конкретном случае индивидуальный. Какое-то может идеально подойти для интерьера, временной инсталляции и при этом быть оптимально по цене, но для другого вида установки оно уже не подойдет. При выборе оборудования следует обратить внимание на характеристики чипа и светодиода. Чип может быть установлен как отдельно, так и сразу внутри корпуса светодиода. Вообще идеального оборудования не существует. Если что, которое подходит под ваши задачи. Давайте посмотрим на ключевые характеристики. Напряжение питания. Как правило для лент это 12 или 5 вольт. 12 вольтовая лента имеет преимущество перед 5 вольтовой в том, что при большем напряжении через нее проходит меньший ток. А это значит, что для питания мы можем использовать провода меньшего сечения, либо запитывать более длинные участки. Лента на 12 вольт также менее чувствительна к просадкам напряжения. Рефреш рейт. Частота регенерации на светодиоде. Я покажу на примере. У меня здесь две светодиодные ленты и пиксель размещены на полоске картона. Выставлена небольшая яркость и я сделаю несколько резких движений. У одной ленты частота регенерации 400 герц, у другой 1000 герц и у пикселя 2000 герц. Такое мерцание практически незаметно. Человеческий глаз не воспринимает уже 400 герц. Однако боковым зрением при движении или при съемке на камеру будет заметно мерцание. Современный чип должен выдавать хотя бы 2000 герц. Попробуйте посмотреть сами, понаблюдать боковым периферическим зрением как наиболее чувствительным к мерцанию. На мой же взгляд все, что ниже 1000 герц, вызывает раздражение глаза и утомляет. Температура работы. При низких температурах чип начинает сбоить. При этом по факту сбои могут начинаться при температурах раньше обозначенного предела. Поэтому следим за температурным диапазоном, особенно если объект находится в холодном регионе. Битность цвета. Нужна для аппаратной гамма-коррекции. Если не вдаваться в технические подробности, то без гамма-коррекции даже минимальное значение цвета, например 1 из 255, будет смотреться довольно ярко. Все изображение будет высветлено в тенях, а плавное включение из черного цвета будет выглядеть ступенчато. Гамма-коррекция в 12 бит обеспечивает более плавные градиенты и цвета. На мой взгляд даже 12 бит маловато, но это существенно лучше чем 8 бит. При 8 битах добиться нормального цвета невозможно, и мы в проектах такое оборудование не используем. Наличие дублирующей дорожки. Если рассмотреть для примера VS28-12 бит, то при выходе из строя одного из чипов все последующие пиксели перестают корректно работать. Такая неисправность сразу же бросается в глаза. Негативный эффект от этой неисправности можно существенно уменьшить применением чипа VS28-15 или других подобных ему. У него есть дополнительная дублирующая дорожка для управляющего сигнала. Если чип выходит из строя, то дальнейшая линия продолжает работать. Как видно из DataShit, при выходе из строя чипа на вход следующего не поступает входной сигнал и в этом случае чип берет его из дублирующего канала. Такое повреждение почти незаметно и это решение будет работать, пока из строя не выйдут 2 пикселя подряд. Качество самих светодиодов. У каждого серьезного производителя оборудования есть информация о применяемых светодиодах. В документациях на светодиоды есть результаты проведенных испытаний, а также графики деградации кристаллов, на основании которых можно сделать выводы, как долго простоят эти светодиоды в ваших условиях. В общем параметров много, но я бы в первую очередь обратил внимание на надежность. Помните, что вам все это придется эксплуатировать и обслуживать. Наличие в этом случае резервного канала является серьезным преимуществом. Обслуживать систему будет проще, так как выход из строя одного пикселя не так сильно бросается в глаза. Поэтому при выборе эта опция может оказаться предпочтительнее, чем какой-то другой параметр. Например, рефреш рейт ниже, но зато есть резервный канал, а значит надежность выше. Исходить нужно из того, насколько долговременной будет ваша инсталляция и в каких условиях она будет использоваться. Также желательно протестировать ее в нужных температурных режимах, чтобы качество вас устраивало. Главный вывод, который можно сделать, это оборудование на SPI применять можно. Главное обращать внимание на параметры, применять осознанно, вдумчиво, возможно даже посоветоваться или задать вопросы. Если что, комментарии под видео открыты. До этого я говорил о световом оборудовании SPI, но для управления светом нужны также контроллеры. Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют SPI контроллеры из Китая. Из плюсов у них можно выделить цену. Они дешевле. Но при этом имеют довольно много недостатков. Особенностью сигнала SPI является низкая помехозащищенность. Это значит, что расстояние между контроллером и первым пикселем должно быть небольшим. Это не является минусом контроллера, но тем не менее я этот пункт здесь оставлю. Сами контроллеры имеют большие габариты, у них отсутствует влагозащита и устойчивость к низким температурам. Частота кадров не всегда стабильна и не всегда есть заявленные 25 кадров в секунду. Нет сценариев. У некоторых, правда, есть плейлисты, но ими тяжело или невозможно управлять. Неудобное крепление. Нет удаленного управления. Низкая надежность. Сложность освоения. То есть существует много нюансов в работе, которые на первый взгляд не видны, но вам их придется осваивать на собственном опыте и собственных ошибках. Также существует сложность совместимости с чужим оборудованием. В этих контроллерах часто используются нестандартные или урезанные версии протоколов. Понимая, что SPI это недорогой и в целом классный вариант, мы разработали такое решение, которое позволяет делать недорогие проекты за счет использования оборудования на SPI, но при этом с качественной системой управления. Мы управляем оборудованием на SPI точно так же, как надежным оборудованием на DMX. Конвертер получает Artnet сигнал и преобразует его в DMX или SPI, в зависимости от настроек. Сейчас мы говорим про SPI. Конвертеры могут располагаться в теплом контуре с удобным доступом к ним, а далее идет длинная до 300 метров помехозащищенная линия. Такая длина достигается применением на этом участке дифференциального сигнала. После идет преобразование в высокочастотный сигнал. Плата экстендера, отвечающая за преобразование, работает хорошо при минусовых температурах. По одной витой паре можно передать сигнал с нескольких портов на несколько экстендеров, если они находятся рядом. Питание экстендер получает от одной из лент, подключенных к нему. Реализация подключения ленты с дорожкой Клок на момент записи видео находится в разработке. При ее подключении задействованы будут оба выхода экстендера. Сам экстендер выглядит следующим образом. Это компактная печатная плата, у которой имеется от 1 до 2 дифференциальных входов и от 1 до 2 SPI выхода в зависимости от подключаемого оборудования. Есть две версии на 5 вольт и на диапазон напряжения от 6 до 24 вольт. Температурный диапазон работы от минус 40 до плюс 50 градусов, по бокам имеются удобные вагоклемники и на обратной стороне платы нанесена маркировка. Плата экстендера, отвечающего за преобразование, хорошо работает при минусовых температурах. А для защиты от влаги его можно поместить в небольшой бокс. В некоторых случаях также можно использовать термоусадочную трубку с клеевым слоем. Все зависит от того, где будет располагаться экстендер. Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. Расстояние по витой паре до 300 метров. Помимо того, что этим мы уходим от главного минуса SPI, это малое расстояние от контроллера до пикселя. При использовании этого варианта есть еще куча плюсов. Контроллеры могут располагаться в тепле, с удобным доступом к ним. Есть удаленное управление. Можно из офиса зайти на веб-интерфейс плеера, произвести необходимые настройки, загрузить или запустить анимацию. Удобная среда. Одно ПО и железо для DMX и SPI. Нет необходимости изучать разные программы и контроллеры для разных типов применяемого оборудования. Удобное программное обеспечение. Оно разработано, опираясь на опыт применения на многих проектах и с пониманием того, как потом система будет эксплуатироваться. Возможность быстро и удобно создавать сложные сценарии и расписание для них. Стабильная частота кадров . Можно быстро проверить анимации, например, на 3D модели. Не нужно возиться с флешкой. Они, кстати, частенько становятся причиной неисправности. Здесь же переброска файлов идет по сети, прямо на контроллер с eMMC памятью. Есть удобное крепление в щит на динрейку и техническая поддержка. Данная комбинация получается дороже, но при этом обеспечивает более стабильную и качественную работу оборудования. Сейчас я покажу, как все это собрать. Подключение к конвертеру я буду показывать на примере ленты VS2812B. Нам понадобится сам конвертер, ленты, блок питания, витая пара, плата экстендера, а также компьютер или ноутбук. Подаем питание на конвертер. Подключаем его витой парой к компьютеру. К конвертеру подключаю витую пару на первый порт. Синий будет data plus, белый синий data minus. На второй порт оранжевый data plus, бело-оранжевый data minus. На обратной стороне платы экстендера есть маркировка. С одной стороны вход дифференциального сигнала data plus data minus для первого и второго порта. С другой стороны подается питание от одной из лент и есть выход преобразованного сигнала от первого и второго порта. Подключаем витую пару к экстендеру, первый порт и второй порт. Подключим питание к ленте. Теперь питание к экстендеру. У меня обе ленты питаются от одного блока питания. Если у вас они будут запитаны от разных блоков, то эти блоки нужно будет соединить по земле. Подключаем линию данных от первой ленты и от второй ленты. Подключение выполнено. Подаем питание. На плате экстендера сразу появляется индикация. И перейдем к настройкам конвертера. Чтобы конвертер преобразовывал Artnet не в DMX, а в SPI, необходимо внести некоторые изменения в его настройки. Для этого нужно запустить программу Lightstream и выполнить поиск конвертера. На самом конвертере должно быть питание и он должен быть подключен витой парой к компьютеру напрямую или через роутер. Как это сделать вы можете посмотреть в видео по ссылке. Выбираем нужный конвертер. Заходим в настройки. Выбираем нужный чип и количество RGB пикселей на порт. В списке указаны не все чипы, а наиболее популярные. Если вашего чипа нет, то можно выбрать из списка наиболее близкий по временным характеристикам сигнала. Тут же существует возможность поменять временные интервалы на конвертере, подогнав их под характеристики вашего чипа. Нажимаю Set. По завершению мигания индикатора настройка завершена. Закрываю окно и выполняю поиск еще раз. Если конвертер у вас был уже добавлен до изменения типа порта или вы его добавили не обновив поиск. Количество портов и вселенных на каждый порт нужно будет поправить вручную. Если 170 пикселей это одна вселенная, если 340 пикселей 2 и 680 4. Также важно в свойствах изменить тип контроллера с dmx на spi. От этого зависит как будут распределяться каналы на границе вселенных. Ну и запустим какую-нибудь анимацию. Как ее создать в программе Лайтстрим вы можете посмотреть в видео по ссылке. Если ролик был вам полезен обязательно ставьте лайк, если остались вопросы пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока!